Привет, друзья! С вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Глава стартапа Lynx, создающий одноимённый автономный XR-шлем, рассказал о прогрессе создания устройства. Во-первых, у шлема была переработана оптика, и если предыдущие линзы не могли полноценно использоваться без отслеживания взгляда и имели маленький свитспот, то новые линзы больше не нуждаются в трекинге глаз. Сам трекинг был полностью убран, тем более, что он и так не работал корректно, а слоты под камеры не остались пустыми, на их место были подключены две выделенные камеры для отслеживания рук, что дало более точный трекинг. Во-вторых, компания решила сменить направление, в котором она будет развиваться. Вместо производства шлема только для бизнеса, компания решила продавать шлем всем желающим, и цена девайса будет снижена до нескольких сотен долларов. Линкс планирует продавать шлем как более приватный аналог шлему Фейсбука, в том числе и как шлем для бизнеса. Деньги за предзаказы будут возвращены, потому что компания обещала на старте совсем другое устройство. В-третьих, для запуска производства шлем Линкс выйдет на Кикстартер. Такой рискованный способ финансирования был выбран не просто так. Компания решила не связываться с инвесторами, которые могут потом выдвинуть неприятные требования. Компания по сбору средств начнется в сентябре, а в течение лета будут показаны новые рендеры и обзоры прототипов устройств. Специально для Кикстартер будет доступна специальная версия шлема с прозрачным корпусом, показывающая всю сложность девайса. Линкс будет из коробки поддерживаться в SteamVR. Так как шлем планируется предлагать для игр, он получит либо поддержку сторонних контроллеров FinchShift, либо будут созданы отдельные контроллеры, это еще не решено до конца. Планируется работа и по USB кабелю, и по Wi-Fi, и Линкс сейчас сотрудничает с Qualcomm на тему улучшения беспроводного соединения. Глава компании также побеседовал с автором Virtual Desktop Гаем Годиным, и тот заявил, что не против сделать версию Virtual Desktop специально для Линкс. Кикстартер-компания начнется в сентябре. Массовое производство и поставки шлема будущим бэккерам планируются в следующем году. Тундра Лапс выпустила новое обновление о процессе производства своих трекеров. Несмотря на то, что компания опоздала на 6 недель относительно своих планов, компоненты, заказанные в декабре 2020-го, уже начинают приходить в полном объеме, и первые партии девайсов начнут уходить самым первым бэкерам в конце августа этого года. Компания ожидает, что они смогут произвести все трекеры, на которые были собраны деньги за 8 недель, и все поддержавшие компанию получат свои устройства к концу октября. Компания также поделилась прогрессом по созданию суперсвистка на несколько трекеров. Прототипы свистков уже работают нормально, и скоро начнется подготовка к их массовому производству. Тундра Лапс также подготовила модели кейсов, в которых будут отправлены трекеры. Первые тестовые образцы будут получены на следующей неделе. Подходящие кабели-удлинители для суперсвистков также уже были отобраны. Компания Deca объявила о начале отправки первых партий трекеров пояса DecaMove для поддержавших проект на уровне Early Mover и Early Shmover. После них начнется отправка августовской партии. Платформа для тренировки хирургов Osso VR получила 27 миллионов инвестиций. Платформа нацелена на тренировку медицинских работников и позволяет проводить сложные виртуальные операции, используя VR-шлемы и кастомные устройства. По аналитическим данным компании, хирурги, тренировавшиеся на платформе, улучшили свои показатели при проведении настоящих операций на 230%. Osso VR уже используется в 20 странах, и новые финансы позволят увеличить это число. Через два года после выпуска последнего Oculus PC-шлема Rift S корпорация Цукерберга решила полностью забыть про шлем. Продажа кабелей, контроллеров, креплений и масок для него уже остановлена. Шлем больше не продаётся, а в списке доступных устройств есть только Квест 2. Джошуа То, глава AR VR команды Google, отвечавший за дизайн многих закрывшихся AR и VR проектов, таких как Daydream и Lens, ушёл со своего места из Google в Facebook Reality Labs, где он продолжит работать над дополненной реальностью. Стоит отметить, что То является далеко не первым сотрудником Google, перешедшим в Facebook. Три года назад в компанию перешёл Джонатан Хуанг, который последние 12 лет также работал на поискового гиганта. Представитель Facebook официально подтвердил новость о новом сотруднике компании. Студия PolyArc, известная многим по своей VR-игре Moss, до сих пор считающаяся одной из лучших VR-игр, на шоу State of Play компания анонсировала продолжение первой игры под названием Moss Book 2. Игра начнётся ровно в том месте, где была закончена первая часть, на спасении дяди главного героя. Основные игровые механики не изменились, но главный герой получит новое оружие – молот, и часть игры будет связана с развитой механикой переключения оружия. Управление на PSVR всё так же будет на контроллере DualShock 4, и в игре всё так же будет только одиночный режим. Компания не назвала ни дату релиза, ни платформы, на которых выйдет игра, но можно смело ожидать порт игры на Oculus Quest. Ray Kuparta, разработавший VR-мод для Outer Worlds, разрабатывает мод для Firewatch. Первая версия VR-мода для Firewatch доступна на Патреоне разработчика за 1 евро. Эта версия мода всё ещё очень ранняя, вступление пока не работает в виртуальной реальности, тем не менее мод должен хотя бы запустить игру и позволить вам немного погулять. Сиквел игры Fruit Ninja VR выйдет уже в этом году. В новой части будет 25 уровней, лук и, конечно же, разрубание фруктов. Blair Witch VR вышла для ПК в Oculus Story и посетить Steam и PlayStation Store уже этим летом. По сравнению с квестовой версией, обещаны более красивые модели, улучшенное освещение, увеличенная дальность прорисовки и улучшенный интеллект напарника собаки. Снайпер Elite VR вышел в Steam с поддержкой шлемов Valve Index, Oculus и Vive, а в Oculus Story появилась версия для квеста. Поддержка VMR появится в ближайшем будущем. Ждите обзор на снайпера скоро на канале. Вышла вторая часть приключений от 3DAR и Baobab Studio, Paper Birds. Как и в первой части, главного героя озвучит Арчи Йейтс, известный по фильму «Кролик Джоджо». Но во второй части к актёрам озвучки присоединились Эдвард Нортон и Джоз Стоун, играющие дедушку и бабушку главного героя. Главный герой, То-То, продолжает искать пропавшую сестру. Выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula IQ, ссылка в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, хотите ли вы альтернативу шлему Oculus Quest 2. Увидимся в виртуальной реальности.